Я боюсь, что у рынка этого нет дна, во всяком случае видимого, но суть, мне кажется, вопроса вообще даже не в этом. Суть заключается в том, а в чем причина движения нефти вниз и то, что сейчас озвучивается официально, то хранилище заполнено, то летний период заканчивается, то еще что, это не более чем отвлечение внимания, мне кажется. На самом деле суть вопроса предельно проста. Снижение цены на нефть это не объявленная санкция против России после вета в Совете Безопасности по Боингу. Эту тему надо снимать, тем более, что ведь этот трибунал, который создается, это не по России, по Боингу. Если они хотят допросить несколько человек, граждан Российской Федерации в Москве, пусть допросят, выдавать их никто не собирается, это противоречит российскому законодательству. Но если международные исследователи хотят задать вопрос любому гражданину Российской Федерации, в том числе гражданину Бородаю, Гиркину, Безлеру, почему нет? Пусть зададут вопрос, нам скрываться нечего от них. И тем более, что вета получилась как явка с повинной очень нехорошо. Вот эту тему надо снять, после этого нефть пойдет вверх, рубль будет укрепляться. Все очень просто в нашей жизни. Игорь, хотелось бы вас спросить, в январе последний раз Brent стоил 46 долларов за баррель, тогда 1 доллар стоил примерно 68-70 рублей. Вот мы сейчас, в ближайшие месяцы, такие же ценовые уровни по американской валюте можем увидеть? Да, вполне. К сожалению, вот тренд основной сейчас, который идет, он туда и есть. И более того, американцы же обозначили дату, они сказали, что мы вернемся к вопросу голосования повета через два месяца, когда будут готовы решения комиссии, которые следуют результаты крушения. И вот тогда мы снова проголосуем и посмотрим, что будет. Ну вот хотелось бы, чтобы к этому времени дипломаты согласовали какие-то вопросы, чтобы не дать допустить такого же снижения, как это было в январе, ни по нефти, ни по рублю. Игорь, Банк России, будет ли он вмешиваться сейчас в происходящий на валютном рынке, пытаться снизить волатильность или приостановить вот это падение российской валюты? Должен. У него по функциональным обязанностям, задача номер один, защита рубля и обеспечение стабильности. Вот пусть защищает, для этого резервы есть на черный день. Вот сегодня этот черный день и есть. Интересно. Что вы думаете по поводу вчерашних заявлений Банка России о том, что в перспективе он может вернуться к планам нарастить международные резервы до отметки 500 миллиардов долларов США? Кто-то говорит о том, что эти заявления накануне добавили волатильности российской валюте. Что вы об этом думаете? Вы знаете, да. У нас есть три источника инфляции в Российской Федерации. Первое – это покупка иностранной валюты Банком России. Второе – повышение тарифов государственных монополий. И третье – это рост бюджетных расходов. Все три они работают одинаково. И на самом деле, любая попытка Банка России покупать иностранную валюту под любым предлогом – это для рядового гражданина, это всегда плохо. Резервы – это где-то, а не там. А вот инфляция, которая моментально выстреливает, она уже здесь, завтра, в магазине. Редактор субтитров А.Семкин